Смотрите, вот сухая ветка и под нею тут прям очень интересные бугорки. Давайте-ка посмотрим, что это. Ну-ка, о, какие маслята. Гляньте, пошли, наконец-то я дождался. Всем привет. Сегодня 18 октября. И надо сказать, у нас сегодня похолодало, прям 5 градусов с утра. Но я не зря выехал. Вы посмотрите, какие красавцы попадаются. Прям новые маслята, прям молодые. И это еще не все, это только первое, что я заметил. Ну, давайте-ка, я их даже срезать не буду. Они хорошо так отламываются от земли, прям класс. Вот эти маленькие две штучки я оставлю, но они совсем маленькие. А вот два таких прям неплохих возьму. И давайте пройдем дальше, потому что заметил я там еще кое-что. Тоже вдоль вот этой веточки идем. И подходим к следующим бугоркам. Тут уже вроде как покрупнее. Посмотрите издалека. Как вам такие красотули? Вот это я понимаю. Вот они. Вот это вот я знаю, это маслята. Прям первый класс. Наконец-то в этом году. Первый раз, наверное, когда я попадаю на такие молоденькие. Обычно они то среднего возраста, а то уже перезревшие. Но в этом году вообще напряжено с маслятами. Засушливый год. Мало грибов вообще. Вот так вот он выглядит. Посмотрите. Вот отлично. Выламываем его. Хорошо так выкручиваются из земли. Прям класс. Вот так вот оно выглядит. Так вот несколько штук. А ну-ка рядом. О, вижу еще бугорок. Тоже под этой же веточкой. Вот она. Опа, гляньте, гляньте, гляньте. Тут их два. Один молоденький, один покрупнее. Этот покрупнее заберу. Вот так вот он вблизи выглядит. Прям красавчик. А вот этот он, ну, чуть больше пальца. Вот так. Сейчас поднесу, покажу. Он чуть больше пальца оставлю его. Прикопаю чуть-чуть. Может быть в следующий раз приду, заберу. А пока буду довольствоваться вот этими покрупнее. Вы посмотрите, какие красавчики. Ну, прям класс. Вот такие вот пять штучек с одной точки. Неплохое начало сегодняшней грибалки. Холодно, но выехал я не зря. Давайте-ка искать дальше. Так, тот же самый куст. Вот она, жменька предыдущих. И гляньте, что вот здесь вот рядом с ним. Вот такая вот класс. Я прям не снимаю все грибы, но видите, их тут чуть-чуть увеличилось в количестве. Ну, кое-что поодиночке попадается. Но я вокруг этого куста прям, вот он, поваленный такой куст. Я вокруг него кручусь и постепенно тут по одному находятся. Ну, вот такой вот еще один попался, решил уже показать. Довольно-таки прям отличнейший. Гляньте, он не раскрывшийся. Это прям на мариновочку классные грибы. Вот это я понимаю. Не забудьте лайкосик за такое поставить. Прям светленькие, классные. Кайф. Продолжаем. Снова тот же куст сдвинулся чуть-чуть на 2 метра приблизительно влево. И посмотрите, что здесь. Видите, вот бугорок. Вот он. Не знаю, заметно вам или нет. И вот второй бугорок. Вот здесь. Давайте-ка покажу. Посмотрите. Вот так вот они прям сияют. Светленькие, светленькие, новенькие, новенькие. О, этот, наверное, самый крупный. А тут их аж два. Посмотрите, вот так вот. Ну-ка, ветка мешает. О, посмотрите, как он по сравнению с рукой. Это прям шикарные грибы. Прям отскакивают от земли. Очень легко прям. Их и не вырывать не надо. Чуть-чуть тронул. Он прям выскочил. Так раз и все. Вот тут еще один. Ох, и четыре штучки их. Предыдущие жменю я уже сложил в пакет. А вот их четыре новеньких. Прям я же говорю, на метр два в сторону отошел. И вот они прям облюбовали этот куст. Не знаю, что в нем такого интересного для грибов. Но, видимо, что-то есть. Потому что тут их уже много. Наверное, с десяток или больше я нашел. Прям в одном месте. Просто хожу из стороны в сторону и вокруг куста. Ну ладно, продолжаем. Как только найду, включусь. Вот под этой елкой. Вот кое-что интересное видно. Давайте-ка только сквозь ветки проберемся. Тут прям заросло, заросло. Но надо. Вот такие вот бугорки, если вам видно. Вот, гляньте. Сейчас давайте-ка их распотрошим. Да, грибы какие-то есть. Но, походу, это не маслята. Это у нас что? Пластинчатый. Это у нас рядовка. Насколько я понял, это бело-коричневая рядовка. Вроде бы как. Условно-съедобный гриб. Ну-ка его разрезем. Но, как вы видите, он весь червивый. А если ножку полностью срезать? Тоже черви. А шляпка? Ну и шляпка. Так, будем иметь в виду, что эти рядовки... Обычно их можно брать. И я бы брал. Но, как видите, они все червивые. Поэтому будем обходить их стороной. Искать сегодня будем только маслята. Ну или, может, повезет что-то другое попадется. А вот еще один. Тоже рядовка. Да, пластинка. И этот уже вообще гнилой. Оставим их. Прикопаем. Этот даже срывать не буду. Пусть стоит. Вот такой вот. Так, прикопаю его и... Пусть растет дальше. А мы идем тоже дальше. О! А вот еще маслята. Вот среди маленьких вот таких вот елочек. Видите? Вот, давайте подведу вас ближе. Вот такой вот один растет. Там бочоночек. Посмотрите. Вот издалека. О, вижу бугорок. Вот тут еще. Давайте-ка его раскопаем. Да, это тоже гриб какой-то. А ну, какой-то, по-моему, засохший какой-то. Гляньте. Это вообще, наверное, еще с прошлого сезона. Какого-то с лета остался засох. Ну, а вот этот прям бочонок. Посмотрите на него. Красавчик. Вот так вот. От земли прям отошел. Легонько. Вот так вот мы его забираем. Лапс, сможет, где мой. Вот такая вот. Класс. Но больше я ничего не вижу. Видимо, он один рос. Идем дальше. Так. Вот здесь вот в выпавшей траве. Сложно было, конечно, заметить. Приходится прям по сантиметру просматривать всю территорию. Но посмотрите на это. Оно того стоит. Вот так вот видно. Довольно большой масленок. Но он молодой. Посмотрите, каева со всех сторон. Вот так вот он выглядит. О, красавчик. Давайте-ка его. Тоже от земли прям отходит. Легко. И он не раскрывшийся. Прям идеальный. Для приготовления. Давайте этот куст посмотрим со всех сторон. Прям они сегодня идут не под сосновыми елками, а именно в каких-то кустарниках. И вот таких вот заросших травой. Ну да ладно. Найду, включусь. Далеко не отходя от этих кустарников. Вот он предыдущий. И вы посмотрите. Тоже рядом вот такой вот красавчик. Ну-ка, вырвайся. Закопаем емку. И уже два. Вот так вот. По чуть-чуть, потихоньку. Видите, идут грибы. И прям кондиционные. Супер. Такс. Дальше идем обшаривать этот кустарник. Вот здесь, под солнцем, под листьями, куча грибов стоит. Давайте-ка вам покажу их. Но это, к сожалению, не маслята. Посмотрите, какие они здоровые. Вот еще один. Скорее всего, брать я их не буду. Это рядовки. Но большинство из них червивые. Поэтому брать я их не буду. Посмотрите, сколько их. Просто целые кучи. Давайте-ка я один выковыряю. О, вон еще дальше. Вон они, гляньте, стоят. Видите? Ну, я не буду их уже потрошить. Показывать вам. Все и так понятно. Давайте-ка я один достану. Вот, допустим, вот эти два. Допустим, самые молодые. Вроде как они с виду и норм. А давайте-ка разрежем. Опана. Видите? Все они проштробленные насквозь. Возможно, шляпка целая, если мы посмотрим. Но нет. И шляпка тоже червивая. В принципе, гриб классный. Правда, условно съедобный. Но готовить его можно по специальным рецептам. И он довольно вкусный. Но, видите, если бы он был не червивый, то можно было бы брать. А так приходится проходить мимо. Все, идем дальше. Прошелся я вдоль вот этой вот просеки, заросшей. Вдоль вот этого павшего дерева, вот этого вот кустарника. И, знаете, скажу я вам, богатенько, богатенько. Давайте-ка я вам покажу, что мне удалось найти. Подойдем к первому масленку. Вот такой вот он, посмотрите, в траве спрятался. Прям шикарнейший. Ну-ка, не хочет отходить от земли. Значит, срежем его вот так вот. Отлично. Что он нам показывает? О, срезали почти под корень. Давайте чуть-чуть повыше его возьмем. Видите, они чистенькие, хорошие. Но это только первый. Идемте-ка дальше. Там их чуть-чуть поболее будет. Такс, вот здесь вот где-то возле этих веток я нашел еще несколько штук. Так, дайте-ка мне заметить первый. Что-то я его потерял. Ага, все, нашел. Вот он, посмотрите. Ложу рядом с ним. Вот срезанный предыдущий. И давайте-ка срежем вот этот. Опа-ца. Есть. Вот такой вот тоже чистенький. Чуть-чуть вымазался, но ничего. Повернем чуть-чуть камеру правее. И где-то тут вот он. Вот такой вот под ветками. Посмотрите. Ветку отгонем. Причем вот, видите, сгнивший. То есть кто-то давно уже срезал гриб. И он тут остатки какие-то были. Наверное, он был червивый. Шляпку оставили. И он уже сгонил. И рядом с ним начали расти вот такие вот молодые. Ну-ка, этот выдернется. Нет, тоже он сидит там как-то покрепче. Вот так вот срезали. И что он нам ножку покажет. Прям отличная ножка. Чистенький. Ну, правда, уже середина осени. Уже червивых маслят может и не быть. Хотя рядовки встречаются червивые. Так, давайте-ка я найду еще один. Где-то я видел тут такой бугорок очень интересный. Где же он? Теперь я его не могу найти. Ну-ка, прощупай его вот так вот руками. Так, ага, вот он. Вот, посмотрите. Под листиком вот таким спрятом. Или его второй раз нашел. Так-с, вот так вот давайте раскопаем. О, этот уже отошел хорошенько. Вот так вот он выглядит. Так-с, идем как к предыдущей нашей кучке. Вот так вот усложим его. Все, попробуем жменькой забрать. Да, если с травой совсем, берем и идем дальше. Потому что здесь еще кое-что есть. И уже побольше. Вернее, размером побольше, а не количеством. Положим их здесь. Вот такая жменька. И чуть-чуть левее. Вернем. Вот так вот оно выглядит. Посмотрите. Этот уже покрупнее. Прям красавчик такой. И вот еще один. Видите? Далеке. Прям красота. Давайте-ка срезать. Не будем их выдергивать. Попробуем срезать. Купача. Хорошо срезался. Чистенький, хороший, не червивый. Так, и этот второй тоже забираем. О, у него там какая-то ножка непонятная, искривленная. Сложно срезать его. Посмотрите. Вот такая вот ножище. И он чуть-чуть уже начал. Юбка уже раскрывается. Но ничего, он все равно молодой. Вот такое вот шесть штучек уже и есть. И давайте-ка идти дальше. Это еще не все. Где-то тут я еще видел возле веточки. Ага, все, нашел. Вижу. Вот так вот он спрятался. Посмотрите. Отличный тоже грибветку. Уже берем. А, жаль. Посмотрите. Он съеденный. Прям гнилой. Его поела улитка или еще что-то. Ну, тут уже обрезать я даже не вижу смысла. А ну-ка, давайте-ка попробуем. Такс, их тут несколько просто срослось. Вот этот один вообще откинем. А вот этот если обрезать. О, гляньте-то неплохо. Пол грибах заберем. И это еще не все. Вот тут еще один есть. Такс, вы видите. Еле заметный тоже. Шляпка у него с землей чуть-чуть приросла. Такс, не выковыривается легко, поэтому ножик у него срезаем. Опа-на. Такс, что он из себя представляет. Ну, вроде чистый. А ну-ка, землей он был присыпанный. Не гнивой вроде бы. Собираем этот половинчатый. Ну и вроде все. Вот такая вот просека лесная заросшая. Прям очень-очень даже неплохая. Вот они наши шесть. И еще два вот таких вот половинчатых прикроем, приложим сюда. Вот так вот оно все выглядит сверху. Гляньте, по сравнению с рукой. Вот это, наверное, самый крупный за сегодня. Прям они все молоденькие идут. Так, все. Это место оставляем. Это я забираю. Ну и топаем дальше. Ну что же. По лесу походил. Грибов пособирал. И пора смотреть результат. Напоминаю, сегодня 18 октября. И вот что удалось найти. Даже грузди попались. Вот отложим их пока в сторонку. Вот два штучки. Этот вообще молоденький. Не снимал их на камеру. Ну, так получилось. Вот их отложим. Остальное все это маслята. Молоденькие. Да, казалось бы, не сильно много, не сильно мало. Но они все молодые. И есть надежда, что это начало волны. Скорее всего, через несколько дней их будет гораздо больше. А сейчас они, гляньте, это все молодые. У них у всех юбка не открыта вообще. Вот только начинаются у некоторых открываться юбка. Вот так вот. Но они все чистенькие. Ну, правда, чистенькие. Уже вымазалось тут, видите, мусором. Тут на шляпках налипают. Все чистить это невозможно. Только уже дома. Они все такие влажные и липкие. То есть, очистить это все можно только с кожурой дома. Ну, а так, в принципе, гляньте, какое количество. Давайте я пакет подниму вот так вот. О! Прям до килограмма, наверное, есть. Хороший результат, так сказать. Как раз вот дожди прошли где-то 10 дней, может, 2 недели назад. Прям ливень такой прошел. И вот сейчас они как раз должны появиться. И, кстати, сегодня, завтра тоже дождь обещают. Так что, есть надежда, что это начало волны. Их будет гораздо больше чуть позже. Обязательно через несколько дней съездим. Ну, грузди берут так. Они иногда попадаются. Их очень мало бывает. У нас. Ну, а маслят бывает очень много. Правда, не сегодня. Сегодня так, умеренно. Так, пожарить там или законсервировать, не знаю. Тут, наверное, слишком мало. Но, может, на баночку какую-то там пол-литровую хватит. Посмотрим. Домой приеду, там будет ясно. Ну, а на сегодня все. Не забудьте лайкосик поставить. Подписаться. Вчеркнуть чего-нибудь в комментариях. Ну, и обязательно увидимся с вами. Надеюсь, через несколько дней. Всем пока. Продолжение следует.